Так, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Здравствуйте, Бога нет. Пуля сильнее Бога». Ооо, атеизм. Атеизм подъехал современный. Кто вы такой? Почему я связан? Ты в передаче «Здравствуйте, Бога нет». Ты убивал во имя Бога, сжигал на кострах учёных. Блё-ть. А почему он похож на оскрынника? Насадил вирус своему ребёнку? Развлекался ты, в общем, неплохо. Но ничего, мразь, я тебя вылечу. Я не хочу здесь быть. Никто не хочет. Да-да-да. Пакуйте его. Всем привет, мои верующие друзья. Я вас так люблю, так вас готов расцеловать просто. Каждый раз, когда вы мне пишите нелицеприятные комментарии к моим видео, мне-то это так нравится. Я ведь знаю, что где-то там Олух, сидящий у себя там, в говне буквально, какой-нибудь деревушке сейчас причитает меня за то, что я не верю в его Бога. В конце концов, я вот такой... Я атеист, и мне сейчас стыдно просто за эту хуйню. Дьявол, на самом деле, мне нужно камнями закидать, мне нужно четвертовать и так далее. Ну что ж, ну что ж, Олух, давай разберём сейчас, сегодня. Пасхуда мерзкая, в кого же ты на самом деле веришь? Кому ты готов преклоняться ради того, чтобы бегать по облачкам после смерти? Тварь. Итак, ребята, пуля сильнее Бога. Тварь, как говорил Ларин. Да, сегодня у нас будет такая тема, и сейчас я вам это докажу. Дело в том, что существует определенный секретарь. Дело в том, что просто так, идя по улицам и крича на небо, «Эй, ты, мужик, дай мне баску в заплате, эй, ты, мужик, сделай так, чтобы не жена не изменяла». Это так не работает. Вам нужно нести свою денежку в определенное местечко, все такое золото, помпезное, ну чтобы он лучше там услышал, да? Чтобы вот, в конце концов, ты принес ему подаяние, и тогда он обратил на тебя внимание. Только когда ты дрочишь у себя где-нибудь там в параше. Только когда ты кого-то убиваешь где-нибудь там по дороге, он это все видит. А когда тебе действительно нужна помощь, когда тебе там печень отваливается, либо когда тебе там мать фарализованная валяется, не денег на лечение, только когда он это не видит почему-то. Это не работает, это все. Ладно, ладно, опускаем это дело. Я вам за то, что вам нужно идти в определенное местечко молиться. Походу он бывший верующий, короче. Самые остервенелые атеисты, это бывшие верующие, разочаровавшиеся. Ну, в принципе, если посмотреть на его колхозную физиономику, то, скорее всего, то есть такой остервенелый атеист. Типа, ааа, бог, зачем ты у меня отобрал все, все, я теперь на зло богу буду атеистом. Кто завезут эти места? Вы все прекрасно знаете. Эти люди с большими гористами у себя на животах, которые они отъели, в этих интересных платьях катаются на тойотах, например, на лесуцах, например, катаются на Мерсаде. Ой, сентимент, зависть подъехала. У них есть охрана. Просто так и не подойдешь. Просто если ты какая-нибудь бонючая бабка, которая уже одной новой могиле, которая ссы, сука, чтобы лишний раз не попасть в ад, она хочет туда, на небеса. Правильно, лишний раз принесет пенсию, отпишет квартиру и думает, что все те грехи, которыми она бросалась за свою жизнь, они спишутся просто так, сука. Но, есть ведь еще интересные люди, те, которые хурируют над всеми этими мелкими по памяти, самые главные, суки, самые такие важные, которые не обременяют себя прям так золотом. Он может уступать в телевидение без золота, самых роскошных одеяний за 300 тысяч баксов, например, да? Он может пытаться на нас за 300 миллионов баксов, так же там будет недели два дня от его охрана, никого не смущает. Ууууу, эти богатые верующие. Они забрали себе все деньги, а мне не осталось. Негодяи. Уууу, эти богатые, успешные люди, как я их ненавижу. Прям кушать не могу. Заходит к нему в голову вот сюда вот. Я прямо сюда в ней заходит, да? Сюда мыслинишки ему ставкладывают, складывают. А потом этот человек, по сути, является их танцелятором. Слово бога говорит нам о том, как нам нужно жить. Какие нам нужно спектакли вырезать, какие нам нужны мультики запоедить, как нам нужно дебаться, что нам должны жрать, когда нам должны тарахаться и сколько раз в год. Он все это прекрасно знает. Ну вот знаете, что меня смущает? Раз он так верит бога, да? Раз непосредственно бог с ним говорит, не то что-то по письму получает от него, прям с ним говорит. Почему бог не может защитить его от пули, а? Почему? Это же ведь 9 грамма свинца. Ну ладно, 50, если там определенный калибр. Ну, как-как это не может? Бог защищает его от пули тем, что бог дал ему много денег, и он на эти деньги купил себе охрану. Таким образом, он более защищен от пули, чем ты, например, нищеброд, блять, озлобленный на весь мир. Верующий, который разочаровался в вере в бога, потому что у него там какой-нибудь близкий человек умер. Вот, и вот ты менее защищен от пули, чем, значит, патриарх Кирилл или папа Римский. Потому что у папы Римского у него есть папа-мобиль с бронированными стеклами, а у патриарха Кирилла есть ФСО, который его охраняет. То есть бог, он таким образом показывает свою любовь к этим прекрасным людям. А ты атеист, блять, у тебя даже охраны нету. Вот тебя точно никто не защитит от пули. Да, то есть, как бы в случае с этим атеистом это даже будет не пуля, а какая-нибудь ржавая отвертка, скорее. Это же твоя крыша, падла. Ты ходишь с охраной, ты не спускаешься методом обычным людям, правильно? А зачем тебе-то надо? У тебя самолёт, кстати, да, интересно наблюдение, ребята. А эти ребята могут в пиздец на самолете летать. У них есть кортежи, для них перегораживают дороги. А всё это халпио-то терпит. И веришь то, что вот это действительно посланники бога. Только почему-то он их не может защитить ни от чего. По-паримски, которая там... Ладно, не он, скажем так. Давайте, допустим, другую вселенную, где есть определенный человек, самый важный, и живёт, например, он во имя. Ну, папа пересел на папу-мобиль именно после покушения, потому что там был какой-то турецкий фанатик, который на него покушался и ранил папу римского, но не убил. Так что, видите, бог, он защитил римского папу. И папа римский его простил. Ну, правда, это было несколько пап назад, скажем так. Мне кажется, атеизм это не для него. Мне кажется, ему нужно как бы по хардкору сразу действовать. То есть надевать какой-нибудь чёрный балахон там с козлиной головой. Вот, всякие персни с черепами, как Невзоров. Начинать слушать дед метал и типа, мава сатана. Атеизм это хуйня лайтовая. Это неинтересно. Это что-то личное сейчас он рассказывает. В его жизни была какая-то трагедия, по всей видимости, которая изменила его отношение к религии. Вот вообще самые спокойные атеисты, это те атеисты, которые никогда не были верующими, вроде меня. То есть у которых такое спокойное неверие, что типа, ну, типа, всё хуйня и как бы бога нет. А эти нет, эти разочаровавшиеся верующие, это самые страшные, самые пассионарные атеисты. Ну, видите, то есть он обвиняет священников в том, что они лицемерные свиньи. То есть он их критикует с христианских же позиций. То есть фактически он ведёт себя как Иисус. Он использует моральные всякие аргументы против священников. Точно так же Иисус обличал этих, значит, фарисеев всяких там, за то, что они неправильно богу поклоняются и тоже лицемеры все. Что для них там буква закона дороже, чем люди живые. То есть это вот буквально-буквально то же самое. То есть он сам не понимает этого, но он критикует современную церковь с таких ультрахристианских позиций. Он не понимает, что если он атеист на самом деле, да, если он хочет уничтожить церковь как религиозный институт, если ему неприятно христианство как доктрина, то он наоборот должен радоваться тому, что у священников у них там автомобили дорогие, что они там, значит, все погрязли в роскоши, в разврате. То есть он должен это одобрять. Он должен говорить, типа, о, отлично, патриарх Кирилл, это наш новый Родриго Борджа, это отличный человек. Это как бы живое опровержение всех христианских идей. Но нет, нет, посмотрите, у него горит жопа. Типа, о, священники, они говорят, что люди должны, блять, смиряться и каяться, а сами ездят на дорогих автомобилях. О, пиздец, а еще у них самолеты есть, суперджеты, охрана, ФСОшная. А еще они все в золоте, а какой ужас, какой кошмар. Ну, этот человек идиот. Причем не как оскорбление, а как диагноз. Что не смущает? Живите дальше, доните в своем болоте, в говне, бейте кого хотите. Ну, на самом деле, я ведь знаю, знаю, что вы ни во что не верите. Вы просто притворяетесь, потому что это удобно. Это удобно, когда кто-то думает не так, как вы. Это удобно, потому что это обеспечивает вам бесконечность на облачках. Видите вот это дальше и пошли вон. Подпишись и ставь лайк. Охуенно. И пошли вон, главное. То есть, как бы, некогда говорить, я как бы читаю Докинза. Но ведь ты сам позвонил. Все, пока. Идите вон, веруны. Дима, любят тебя. Блядь, какой же ебанутый. Блядь, канал называется Дима Скрынник. Сука. Я еще такой, типа, почему он так похож на Скрынника? Это видео Скрынника с 2015 года. Сука. Дима Скрынник. Это и есть Скрынник. Этот долбоеб был похож на Скрынника, потому что это, сука, и был Скрынник. Кто бы мог подумать. Блядь, какой же идиот. А я еще смотрю, думаю, типа, бля, почему этот долбоеб похож на Скрынника? А это и был Скрынник все это время. Охуенно. А я уж хотел пошутить на тему того, что, знаете, типа, этот идиот мог бы победить в конкурсе, блядь, на тупость Скрынника. Но потом выяснилось бы, что, видите, Скрынник победил сам себя. Так, ежа, что вы его сразу не узнали? Блядь, я не помню, как выглядит его лицо. Я не обязан помнить, как выглядит лицо Скрынника. Типа, похуй. Просто, просто какой-то, ну, в данном видео он был похож на какого-то крестьянина такого типичного. У него такие грубые черты лица, широкие, значит, широкие челюсти. То есть, такой какой-то колхозник обычный. Пишут, дед слепой. Да я просто, блядь, не помню, как лицо Скрынника выглядит. Все. Закажите это видео маргиналу, короче, про атеизм от Скрынника. Не, я думал, Скрынник, он какой-нибудь кобовец, там, знаешь, который верит во все теории заговора сразу, одновременно. А выяснилось, что он еще и, значит, атеист честный. Так, в конкурсе двойников Скрынника он занял по второе место. Ну, это да, как, значит, Чарли Чаплин занял, там, не знаю, третье или шестое место на конкурсе двойников Чарли Чаплина. Ой-ой-ой. Да, интересно, интересно. Все, теперь я атеист и играю в Майнкрафт. Вот вам тогда еще видео Скрынника, чтобы просмаковать. Да, спасибо, спасибо. Не, ну это будет уже не так прикольно, потому что мы уже поняли, что это Скрынник. Мне было веселее это смотреть, когда я еще не знал, что это Скрынник. Я думал, что это просто какой-то, блядь, колхозник-атеист. Так, следующее видео, которое мы посмотрим, называется «Внутри меня девственницы зло 18+.» Блядь, какой же Кринь. Да, все мы знали, что Скрынник идиот, но мы не знали, насколько. Ушлепки, деграданты заполонили ютуб. Все, что нужно людям, клоуны, ржать и трахаться. Самое время организовать крестовый поход. Полетит много голов. Хотя, возможно, не все еще потеряно. Всем привет, поехали. Привет, Дни. Ты хочешь увидеть, как выглядит человек, внутри которого плещется ввиду адреналина? Это я, сука, я хочу тебя порвать, мразь. Я хочу сегодня донести тебе одну, простую истину. В своей рубрике внутри меня. Кстати, да, я демонстрельник. Блядь, Ларин что ли косплеил или что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что-что. Поговорить с вами о девственницах. Ну, казалось бы, ну это же, вроде бы, полезное создание, да? Издали мы там ходили, в эпосе у нас так было, что вот девица невинная, ее берешь замуж, делайте пять детей с ней, и все у вас прекрасно. Ну нет, сука, нет. Знаете, ну и кто составляет, наверное, львиную долю тех ребят, которые стоят в ЗАГСе за подписью заявлением о расторжении брака, ну ты как-то такие челбаны, которые выбрали себе жену, а девица, которая не познала никого, кроме у них. Я не понимаю, как так можно делать, как можно реально думать, что вот ты берешь женщину, ты только его не познала, ни один огурец, кроме твоего в ней не побывал, и ты думаешь, действительно, она не пойдет на базар и не выберет еще парочку, для того, чтобы сравнить, для того, чтобы она наслушалась из своих тупых подружек, которые там шатаются по этим мужикам и выбирают лучшего, более жакого, богатого, более страстного. Видите, он был активистом мужского движения. Обратите внимание, как он смакует эти истории, которые сам же и выдумывает. То есть, это явно речь идет о каких-то сексуальных фантазиях, причем даже не особо подавленных, потому что он это озвучивает на достаточно большую аудиторию. То есть, господа, по-моему, по-моему, очевидно, что скрынник это кукол, таким образом. Дома, уже такой родной, такой знакомый, в конце концов, с которым я накрепал детей. Возможно, это произойдет. Возможно, никогда даже не узнаешь об этом. Ты, лопаухий дебил, с лапшой на шее, который будет помирать в гробу, сука, и верь, что его вогреве нет ни на кого не обращал внимания. Но мы все прекрасно знаем, какая стихистика у таких пап. Через сколько происходит первая измена, и причем даже не со стороны мужика, не скобеляет, который хочет свое семя рассказать по всему миру, блин. С бразбой там выходил, покрывал всех баб своим семенем, лишь бы побольше у него было внуков детей и так далее. Это будет женщина, женщина, которая была невинной цветочкой на свадьбе, которая так вот стеснялась, как серенькая мышка там, пи-пи-пи-пи-пи-пи, и все за вас были рады, все думали, хочешь повезло, да? Но в итоге нет. Это бомба, часовой механизм, которая рванет, которая покрывает церковь, которая покрывает общество, вот так все должно суток быть. Но в итоге, мы все прекрасно знаем, что кто-то однажды вынет чеку с этой бабой, и потом, скорее всего, этой семье не станет. Скорее всего, будут плакать дети, скорее всего, муж будут скрывать свои доходы, чтобы имена побольше платить. Скорее всего, эти спины грезы на другого мужика, и вот такая вот у нас жизнь, никто ничему не учится в итоге. Просто деграданты. Мужик, который выбирает себе бабу невинную, просто-напросто ссыкло, потому что он боится. Он не боится, на самом деле, предприятия. Женщину выбрать, которую я уже когда-то познала, и которая выбрала тебя, скорее всего, она же просто так не уйдет, потому что знать, какого было там, и знать, что ты в итоге мразота. Какой-то ты похадный, в варю не был, ты лучшая, что у нее было, и она будет с тобой. А выбрать женщин, которая в итоге ни разу не заходила в овощной отдел, и не подбирала себе ничего такого интересного, не экспериментировала, и не побывала никого себе еще, партнера выбирала. Вот это бомба с часовой механизмом. Выбирай себе такую, сыст по ней, вкладывай бабки, все свое время, все свои силы, а потом не жалуйся, что вот так вот медленно подвигается очередь в зарст. Где стоят такие же черваны, которые уже пытаются хоть как-то от нее избавиться, хоть как-то ей передать самую низенную часть алиментов, на которые она заслужит, услужит его отрасли, и которые также уже присматриваются к новым барам, которые будут... Бля, а музыка. Бля, он надеялся, наверное, хайпануть на этом видео, что типа, ха, шок, там, я не знаю, скринник открывает правду, вскрывает покровы. Проблема в том, что это видео залито на ютуб в пятнадцатом году. Знаете, сколько просмотров у этого видео? Тринадцать тысяч. Не-е-е, что-то скринник не выстрелил как блогер, пришлось в Майнкрафт играть. А, и посмеешься, и забыешь об этом, пойдешь на улицу, расскажешь что-нибудь забанное бабе, трастешь ее, может она даже невинная будет, и заведешься на семью? Нет, мразота, здесь мысли, вы это цените, я от себя отрываю просто, и в итоге, вы меня балуются, знаете, что делать? Пошли. Подпишись и ставь лайк, Дима любит тебя. Охуенно. Тааак. Да, вот он настоящий олдскульный блогинг. Причем все эти хуесосы, они пытались в той или иной степени подражать Ларину. Но в итоге и Ларин, и они все закончили очень плохо. Да. Ушла эпоха. Ушла эпоха. В чате пишут, страшно представить, сколько раз отец Скриника порол его ревнем в детстве. Ну, понимаешь, учитывая его эмоциональные реакции, и то, как он воспринимает окружающий мир, скорее отец его не порол. Он делал с ним что-то другое. Так, ну и учитывая, что Скриник вырос атеистом в итоге, то там все, видимо, совсем было интересно. Продолжение следует.